Программа продолжается, и сейчас мы поговорим о самом важном. Что может быть важнее еды? Вот сегодня здесь очень много говорится про здоровое питание, продукты, добавки и так далее, и так далее. Но, друзья, согласитесь, ничего важнее воздуха, которым мы дышим, и самое главное, как мы это делаем, что дыхание – это самый жизненно важный процесс для нас. И согласитесь, нет здесь таких людей, которые прямо так вот могут поднять руку вверх и сказать, я знаю, как правильно дышать, я это делаю классно. Я уверен, что можно научиться дышать правильнее, энергичнее для себя, да питательнее, так сказать. И сейчас сюда выйдет человек, который расскажет, как это делать максимально для себя полезным образом. Роман Карловский, специалист по энергодыханию, прошу любить и жаловать. Ваши аплодисменты, давайте поддержим. И ушки на макушке. Всем привет, друзья. Скажите, поднимите руки, пожалуйста, кто занимался какими-то дыхательными практиками? Немного. Две-три руки. Давайте я расскажу про себя. Я основатель Центра энергодыхания в Москве. И мы при помощи дыхательных практик изменяем текущее состояние. То есть мы можем влиять на физиологию, можем влиять на наши мыслительные процессы, на химию в организме. И это важно, потому что через дыхание мы получаем доступ к нашей гормональной системе, к нашей нервной системе, к блоку управления сознания. Потому что через дыхание мы изменяем концентрацию кислорода в крови, изменяется концентрация СО2 в крови, потом изменяется гормональный фон. И за счет этого мы влияем на сознание. Кто знает, как правильно дышать вообще? Такое понятие правильного дыхания. Поднимите руки, пожалуйста. Никто. Друзья, правильно дышать — это когда ваше дыхание в автоматическом режиме делает не более 10 циклов. То есть если вы в течение дня или в течение недели себя отлавливаете и засекаете за минуту, сколько вдохов вы делаете или выдохов, если это больше 15, то с системой организма что-то не так. Либо с общим национальным фоном что-то не так. И через управление своим собственным дыханием мы можем проникать в сознание, мы можем менять установки, шаблоны, убеждения. Мы можем избавляться от травматичных состояний, потому что есть такое понятие, как родовая травма. И именно родовая травма может определить вектор всей жизни человека. И через техники дыхания можно извинить свойства и состояния, когда был момент родов, потому что это как бы закладывается в фундамент. Есть много-много практик дыхания. Вот вам нужно понимать, что они делятся на три части. Первые или три типа. Первый тип дыхания, это техник дыхания, это йоговские, пранаямы, может быть, вы слышали такие темы, пранаяма, там, из йоги вот эти все. То, что во всех йога-центрах страны, это первый тип, ими можно заниматься, там, каждый день. То есть набирайте в Ютубе дыхание, йога-дыхание, да, то есть у вас там вылазит очень много разных техник, вы их можете научиться сами и дышать, да, то есть вы уже будете помогать себе, уже будете приходить в ресурсное состояние. Но есть второй, третий тип, который требует мастера, то есть человека, который вас проведет из одного состояния в другой, потому что дыхание изменяет сознание. И для того, чтобы дойти достаточно глубоко в себя, внутрь, изменить химию в организме, нужен проводник, то есть тот, кто будет снаружи. Это важно. Самостоятельно есть такие состояния, в которых вы самостоятельно не дойдете, но это нереально, потому что там теряется параметр времени, например, в этих состояниях. То есть там всплывают воспоминания какие-то из детства, из прошлого. То есть нужен просто вектор и человек, который вас доведет. К этим практикам относятся холотропное дыхание, ребёрфинг. Может быть, слышали такие техники, да? И у меня свой метод энергодыхания. Он гораздо безопаснее, поэтому я по большей части проговорю про него. Смотрите, мы сейчас можем сделать одну практику. Вы сейчас уже можете почувствовать, что это такое. Я буду просто вести вас. Вы просто начинаете делать, дышать определённым образом. И в какой-то момент я скажу, что вы сделали задержку. И мы потом разберём эффект этой практики. Кто готов, поднимите руки, пожалуйста. Потому что о дыхании можно говорить вообще много. Об этом сказано в видео лекции. Об этом все говорят, что это полезно, что это важно. Но если у вас нет опыта в дыхании, да, то есть если вы не практикуете эту тему, то все знания о дыхании, они вообще бесполезны. Потому что это то, что за пределом информации находится. Это личный, субъективный, глубокий опыт погружения в состояние. Вот мы проходим через дыхание именно в это. Мы включаем тело. И изменение типа дыхания влияет на три параметра наших. На физику, на наше физиологическое, биохимическое состояние тела, организма. Дальше на психику, это эмоциональный слой, на наши эмоции. И на ментал. То есть одновременно изменяя тип дыхания, у вас получается влияние на все три параметра. Если вы занимаетесь спортом, то вы конкретно влияете на параметры физического тела. Понимаете, и косвенно, только на психику и на ментал. Или там питание. Это тоже относится только к телу. Но еще должна быть, как в компьютере, прошивка. Вот дыхание, вот эти три параметра сразу же захватывает одновременно. Я готов сейчас вам дать практику определенную. Вы можете ее потом повторять. Если вы готовы подышать, то я рекомендую вам все-таки сесть. Потому что нужно как-то сесть, удобно. Те, кто не практикует, лучше тогда освободите место. То есть нужно прямо сидеть. Можете стоя попробовать, но поймите, что практика достаточно ощутимая. Вот вы сидите. Нам нужно сделать будет 30 глубоких дыхательных упражнений. 30. Вот так. Вдох чуть-чуть короче, чем выдох. Вы можете делать все за мной, но в самом конце, если вы достанете телефон или часы, мы сделаем задержку дыхания. И вы попробуйте засечь, сколько вы сможете быть без кислорода. Можете достать свои гаджеты. Просто померьте, насколько вы зайдете на эффект гипоксии. То есть без дыхания. Какая у вас будет задержка? После такой практики может быть задержка, сразу вам скажу, 2-3 минуты. Это говорит о том, что кислородная емкость, параметр в организме повысился. И именно от кислородной емкости зависит наше время задержки. То есть поэтому можно вычислить человека, насколько он здоровый. То есть чем здоровее вы, тем дольше вы можете делать задержку. Это значит, в клетках хватает кислорода, в крови хватает кислорода. Если вы можете просто сейчас делать задержку очень мало, 15-20 секунд задержку на выдохе, то кислородная емкость слишком низкая. У всех спортсменов постоянно можно померить. У них задержка дыхания будет выше, чем у обычных людей. Вы можете сейчас предварительно сделать задержку. Давайте так. Вы делаете вдох, доставайте гаджеты, делаете вдох, выдох. Выдыхаем, не дышим, засекаем. Засекайте, не дышите. Выдох, ничего нет в легких. Засекайте, сколько вы сможете продержаться. Насколько вас хватит. Вот просто для себя сделайте такой тест. Кто закончил, поднимите руку. Сколько? 17? 25. 25? 30? Сколько? Не слышу. 27. Ну, смотрите, не больше 30 секунд получается. Об этом говорит, что емкость, кислородная емкость вашего организма 30 секунд до 30. Но если будет стрессовая ситуация, вы чуть-чуть дольше задержите. Понимаете? То есть мы сейчас не в каких-то жутких условиях. Когда там корабль тонет и там вода поднимается, вы, конечно, секунд на 40, а то и на минуту продержитесь, конечно же. Но не больше. А теперь смотрите, как повлиять на биохимические параметры нашего организма. Как изменить кислородную емкость в крови, в теле, в клетках. Как дать больше кислорода в клетке. А кислород – это окислитель и это энергия. И когда вы даете огромное количество кислорода организму, то наступает обратный эффект. Организм защелачивается. То есть пиаж двигается в сторону щелочи, и это дает такой благостный, классный эффект парения, невесомости, перезагрузки. Потому что у среднего человека, который живет в мегаполисе, у него среда в теле, она закислена. Поэтому многие сыроеды, когда начинают на сыроедение переходить на вегетарианство, у них просто подрывается голова. То есть они начинают просто бегать, как заведенные, потому что пиаж за счет питания съехал в сторону щелочи. Но в щелочи долго жить нельзя. То есть можно делать дыхательные практики, постоянно его двигать и быть в балансе. Потому что кислотность нужна и щелочь нужна. То есть нужен именно баланс, а не сдвиг куда-то по фазе, в одну или в другую сторону. Вот сейчас при помощи дыхания вы сможете прочувствовать, насколько глубоко вы погрузитесь в себя, в свое состояние, в теле. И у вас произойдет такая перезагрузка. И даже несмотря на то, что очень много народа на конференции, вы отвлечетесь вообще от всех. То есть вам не будет дела вообще ни до кого, вы будете чувствовать только себя, даже вот в этой гуще событий. И потом засечем, сколько времени вы задержали. Держите гаджеты. Сейчас мы начнем технику дыхания. Она очень простая. Смотрите, дышим вместе со мной. Погнали. Вдох. Будет кружиться голова. Это значит, пошло насыщение. Закройте глаза. Закройте глаза. Пошло покалывание по телу. Полностью набираем всю грудь. Вы погружаете все дальше и дальше. Готовим, сейчас будет задержка, вдох, выдох, задержка, не дышим, засекайте. Держим, держим. Держим, 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 идем за пределы. Кто сделал, скажите, сколько? Сколько? 62? 68. 68. 68. 25? 68 рекорд. О чем это говорит? Вы начали глубже дышать. Сколько? 75. Отлично. Как состояние сейчас? Сколько? Еще держите? Держите, держите. Ну-ка. Минута 50? Минута 50. Как состояние сейчас? Заметили эффект перезагрузки? Расширение сознания, повышение чувствительности. Вот когда, когда вот в этот пост-эффект вы чувствуете, вот сейчас происходит, это пиаш организма сместился в сторону щелочи. Легонько так, слегка вы его покачнули. И вот когда он возвращается обратно, вы ловите вот этот эффект. Ваша гормональная система сейчас активна. В кровь поступает сразу же гормон. Когда вы начинаете дышать, гормон стресса – это адреналин. Как только вы начинаете изменять тип дыхания, в кровь впрыскивается адреналин и кортизол – два гормона стресса. Потому что природа и так устроена, когда организм лишается кислорода, то он пытается выкарабкаться, выйти из этого состояния, когда нет кислорода. И, конечно же, когда страшно, когда вы попадаете в неопределенное обстоятельство или ситуацию, что вы чувствуете? Вы чувствуете страх и панику, нужно найти выход, выбраться, нужно что-то сделать, чтобы спасти себя. Когда вы изменяете тип своего дыхания, и у вас начинает кружиться голова, либо вы долго не дышите, то получается, что вы стимулируете выброс двух гормонов стресса – адреналин кортизол, но они нам нужны. Вот эти два, вот эта смесь стрессовая, она нужна для того, чтобы организм после выброса стрессовых гормонов начал компенсацию. То есть он начинает выбрасывать вслед за этим четыре гормона радости – это серотонин, дофамин, норадреналин и окситоцин. То есть организм, он работает всегда на компенсацию. Если кислорода не хватает, он старается, он дает команду всей системе, дыхательной системе, крови, захватить больше кислорода, потом, впоследствии. И если вы попадаете в стрессовую ситуацию, то вы стараетесь компенсировать это, выйти из стресса. Чаще всего люди начинают заедать, то есть нужна компенсация. Но когда вы занимаетесь дыхательными практиками, то ваш организм, он сначала сам саботирует выброс стрессовых гормонов, это управляемо, а потом он начинает компенсировать этот выброс. Понимаете? То есть такая внутренняя микрофабрика, внутренний цикл. То есть вы не задействуете внешние источники и условия трешевые для того, чтобы мобилизоваться. То есть вы можете мобилизоваться при помощи дыхания. Вот в чем фишка. Понимаете, да? И когда вы занимаетесь регулярно техниками дыхания, то вся ваша сердечно-сосудистая система, память, свойства концентрации и внимания очень на высоком уровне. То бишь равноосознанность. То есть вы можете питаться как хотите. Не обязательно лезть в сыроедение или еще куда-то. Как многим это заносит. То есть вы можете питаться сбалансированно. Но если вы применяете техники дыхания, то получается, что вы умеете управлять своим pH в организме, независимо ни от чего. Вот в этом фишка. Вопросы? Что? В сторону щелочи это всегда легкость. Легкость, просветление. Вот пост-эффект почувствовали какой? После задержки. Вот этот пост-эффект это pH в щелочь ушло. Но pH в щелочь не должно постоянно быть в щелочи. Это тоже плохо. То есть у нас pH организма плавает. Понимаете, в чем дело? Очень много параметров, которые влияют на наш pH. И вы поели мясо там. У вас pH в кислотную сторону сместился. Вы поели салат. У вас pH уехал в щелочную. Понимаете, в чем дело? Он туда-сюда плавает. Химия организма постоянно меняется. Это и влияет. То есть ты начинаешь замечать. Многие замечали такую тему, что у тебя когда-то с утра хорошее настроение, а в какое-то утро у тебя оно плохое. Или не стой ноги встал. То есть не бывает постоянно состояние такого блаженства. То есть вы постоянно будете собирать какие-то ситуации или попадать в какие-то нежданные ситуации в своей жизни, которые будут саботировать на выброс гормонов стресса. Понимаете? То есть мы живем. Мы не можем, например, оградиться от всего мира и жить только по кайфу. Да, да, например. Нам по-любому надо считаться с близкими, с окружающими людьми и так далее. И вот управление своей химией в организме через дыхание – это самый такой быстрый путь. Потому что вы сейчас подышали там 30 дыханий, да, 30 доков. Можно сделать еще второй подход, третий, четвертый. То есть можно сразу же делать каскадом несколько подходов. И вы очень хорошо прочувствуете эффект повышения сознания. Потому что есть такое состояние повышенного сознания. И его можно вызывать при помощи дыхания. Не обязательно там какие-то, не знаю, делать длительные духовные практики медитации. Потому что вы можете подышать в любом месте практически и включить нужное состояние. То есть дыхание – это про управление состоянием. Это про настройку на то, что вы хотите. И тут мы будем немножко по-другому распределять дыхательный процесс. Представьте, что перед вами костер, который не разгорается. И вам надо его раздуть вот так. И вот так нужно подуть 30 раз. Тоже сакральное число. То есть 30 раз просто подуть перед собой. Или как будто вы шарик надуваете. Вдох очень короткий, но выдох очень длинный. Вы как бы большим стараетесь выдохнуть. Меньше, чем вдохнуть. Понятно, да? Готовы? Но потом, когда вы сделаете 30 раз, нужно будет взять задержку на вдохе. То есть вдох и задержать. Готовы? Вы тоже можете померить, сколько вы сделаете задержку на вдохе. Потому что на выдохе, на вдохе – это разные параметры. Организм по-разному на это реагирует. Когда есть запас кислорода в легких и когда его нет. То есть абсолютно разная реакция. Кто готов – поднимите руки. Полетели? Очень просто. Если вам нужно перезагрузиться или сделать какое-то важное дело, или выступить перед публикой или еще что-то, вы можете изменить состояние на очень повышенной концентрации внимания и перезагрузиться. Что? А вы не сможете тут контролировать мысли, потому что вы считаете. Ни о чем. Нужно, наоборот, отойти от думания. Понимаете? Вы всегда мыслите. Вы всегда какие-то мысли прокручиваете каждую секунду. Кто-то даже посчитал, что в течение дня в уме человека пролетает около десятка тысяч мыслей. Понимаете? А самое печальное то, что они одни и те же практически. Содержание вот этого десятка тысяч мыслей об одном и том же. Об одном и том же. Вот эта мысли-мешалка в уме – это то, что создает иллюзию. Ты принимаешь одно за другое. И поэтому в нашем случае во время дыхания нужно, наоборот, остановить эту мысль-мешалку. Вот этот вот слой мыслей нужно сделать пробел. Пробел. Вот сюда нужно. Не в мысли, а именно в то, что за мыслями или до мыслей. Понимаете? Вот это важно. Готовы? Полетели? Дуем. Можно быстрее. Д Yes. Выслей еды. Выслей еды. Нeman. Выслей, выслей. Пром obrigado. Мне? zustь. Полетели. Полетели. Пoure на моб Ramо. Новэт средней. Вдох. Задержка. Держим. Держим, держим. Раз, два, три. Держим. Держим, держим. Проникайте в это состояние вибрации. Кто сделал выдох, вдох, поднимите руки. Кто не сделал, продолжайте держать. 50 секунд было у вас. Держим, держим. Дальше. Дойдите до ощущения предела. Держим. Прям где этот предел, когда вы не дышите? До ощущения, что всё, кислорода не хватает. Кто сейчас сразу закончил, поднимите руки. Минута 48. Кто заметил разницу между первой и второй техникой? Какая лучше? Вторая? Здесь немножко другая система работает в организме. Сколько? 2,16. 2,06. Сколько? 2,10. То есть, сами понимаете, простая техника. И она очень хорошо перезагружает. Вы почувствовали, как происходили вибрации в клетках? Заметили это ощущение? Голова кружится, и прям резкое повышение вибрации, как будто электричество по телу пошло. Вот это момент, когда ваши клетки получили крупное количество кислорода. То есть, произошел резкий газообмен в клетках. Все клетки получили повышенное содержание кислорода. Дальше. Организм на это дал ответку. Так как кислород окислитель, и он резко проник в организм и насытил все клетки, то следующая реакция организма – это компенсация. Сместить pH не в сторону закисления, потому что кислород окисляет, но он дает энергию, а в сторону щелочи. И вот этот эффект выравнивает наш pH и вот это состояние. Поэтому получается легкость, расширение сознания, повышенная концентрация, внимание. Вы можете делать эту практику в любой стрессовой ситуации, когда вас колбасит, когда у вас какой-то нервяк, когда вас кто-то вывел из себя, не знаю, что еще. Когда вы не знаете, что поделать с собой, вы просто начинаете дуть 30 раз, а потом задержка на вдохе. Или первый тип дыхания, это первая практика, это 30 таких дыханий равномерных, и потом задержка на выдохе. И у вас пройдет перезагрузка вашего организма, ваше сознание перезагрузится, тело, клетки перезагрузятся, и мозг уже станет работать по-другому. То есть гормональная смесь изменится в теле. Вот и все. Друзья, у меня все на сегодня. Я думаю, вам было полезно. И меня зовут Роман Карловский, да. Я основатель центра энергодыхания. Просто если вы наберете в Google энергодыхание одним словом, вы выйдете на меня. У меня большой ресурс на YouTube-канале. Я просто рекомендую всем залетайте на YouTube ко мне в канал и посмотрите. Там много-много разных техник и информации. У меня все. Спасибо. Спасибо большое, Роман, друзья. С просветленным сознанием бежимся дальше.